Здравствуйте, журналисты, общественность, которая здесь присутствует. Мы собрались здесь, чтобы высказать свои мнения о том, что происходит сейчас в выборной системе Казахстана и, может быть, какие-то личные кейсы рассматривать. Разрешите представить участников конференции. Здесь присутствует Арида Джексенова, она журналист, блогер, очень известный, Алмат Солгарин, физик и изобретатель, Деулет Кудайбергенов, военный и частный предприниматель. Мы все объединены одной бедой, скажем так, нас всех незаконно, необоснованно сняли с предвыборной гонки. Мы все оспариваем свои права в судах, то есть мы активные борцы за свои права и право быть избранным. Эти решения были приняты о том, чтобы снять нас с предвыборной гонки в наших окружных комиссиях. Мы самовыдвиженцы, независимые. И немного каждый сам о себе скажет, я сказала себе, что для меня это была возможность в том числе протестировать выборную систему, поскольку интересно, каким образом у нас вообще она устроена для меня была. Если я раньше была просто наблюдателем, то в этот раз для меня была очень хорошая возможность посмотреть предвыборную гонку изнутри. И, конечно, оказалось, что простому гражданину, простой женщине, человеку, который в принципе разбирается в делах государства, я знаю, что такое открытый бюджет, мы проводили пресс-конференции по этому поводу. И очень многое мы, каждый профессионал в своей сфере, оказалось, что это не так просто попасть сюда. То есть существуют такие препятствия, как бюрократия в этой же всей предвыборной системе. Ведя агитацию на своем округе, я увидела, что люди совершенно индифферентны к выборам. Я увидела, что очень многих людей только надо зажигать. То есть у нас выборная активность граждан очень низкая. И, к сожалению, люди не желают ходить на выборы и не верят уже кандидатам. Потому что говорят, вы бы в прошлый раз выбирали, ничего у нас не изменилось, дороги все такие же, школы купили. Почему же так случилось? Да, мы заглянули изнутри и увидели, что выборная система, местные представители органов власти, Маслехату, Казахстана, сдерживает выдвижение и избрание кандидатов-самовыдвиженцев. Не хочет власть пускать новую струю в свои ряды. Я увидела, что выборная система нелегитимна. То есть существуют существенные нарушения и в подаче этих законов, и в воплощении их в жизнь. Но также и в самих законах. В законах есть существенные барьеры для того, чтобы простой обычный человек, согласно статье 33 Конституции, мог быть избранным в государственные органы власти представительной. Я хочу сказать, что, например, на моем участке были такие нарушения, как, например, состав комиссии. И сейчас я подаю в суд, и вчера получила извещение, что суд в первой инстанции не принял этого моего обращения и заявления. А на самом-то деле, действительно, если мы посмотрим эти составы комиссии, то все, например, с одной школы номер 2 и с одной школы номер 60. То есть в законе четко сказано, 19-я статья, что члены УИКов не должны состоять из членов одной и той же организации. Мы видим сплошь и рядом нарушения по этому пункту. Большая претензия по проведению митингов и шествий, которое нам разрешено также законом о выборах. Я подала заявку на проведение митинга и шествия, и местная власть отказала мне в этом тоже. Хотя предвыборная агитация у меня была права проводить этот митинг и шествий. ЦИК не отвечает на вопросы своевременно. То есть они нарушают вот эту трехдневную возможность ответить. Потому что в предвыборный период очень многие сроки сокращены. Там совершенно нет никаких ни выходных, ни праздников. То есть мы все работали и 8 марта, и выходные, и так далее. ЦИК же ответил мне через три дня и даже вообще не предоставил по существу ответа. Если вы заметите, то агитационные плакаты ОМС-партия и, например, одного из кандидатов у меня на участке, они полностью закрыты все пространство около подъезда. То есть быстро в ночь с 23 на 24 они расклеили эти плакаты, налепили, и все, и туда уже воткнуться некуда. Местная власть также не обеспечивает достаточного пространства для реализации моих уже прав. Я на пресс-конференции говорить не могу. На специальных тумбах, выделенных Акиматом, эти плакаты были сорваны, мои плакаты. И тут же повешены плакаты известных какой-то артии. То есть эти неочередные-очередные выборы опять демонстрируют нам, что власть, к сожалению, не идет навстречу простым гражданам в их избирательных правах, в реализации их избирательных правов. Отдельный вопрос. Доступность выборов для простого народа. Если вы обратитесь в СМИ, то есть нам разрешено печатать доски каких-то листов печатных материалов, статей. Две статей можно. Когда мы обратились в газеты, то там надо заплатить полмиллиона тенге по стоимости. То есть 900 тенге стоит один сантиметр квадратный в казахстанской правде. Какой простой человек сможет заплатить просто за вот такую, например, вот такой статьи? Как избиратель сможет познакомиться с его предвыборными программами? С его предвыборными программами? Если про расценки на телевидении, я вообще не говорю, и на радио. Помещение, например, драма-театр, музыкальный, понимаете, что такое, да? Который был напечатан на газете, который должен был предоставить как-то помещение, я обратилась в 80 тысяч тенге стоимость в час. И причем на мою заявку, я уже просто так написала, чтобы опять протестировать, как бы даст вам помещение, нет. То есть он сказал, что у него нет вообще ни часов, ни дней, в которых он может предоставить такие возможности для кандидатов. Даже заплату. То есть все это очень так фиктивно, демонстративно, и мне кажется, что это не мы сейчас вот пиаром занимаемся, как могли бы многие сказать, а пиар представляет из себя весь этот выбранный процесс. Причем пиар далеко не белый. В процессе доказательств о несогласии с тем, что меня сняли, я уже прошла заседание окружной комиссии, судов и так далее. И нигде суд не обеспечивает достаточно доказательств того, что я не оправдаю. Хотя мы предоставляем все доказательства, что здесь, здесь, здесь нарушение. К сожалению, суды либо не принимают мои заявления, либо выносят недостаточно правильное решение. Завершая именно свою речь, я хочу сказать, что мы подготовили обращение к президенту Казахстана, как гаранту Конституции, сегодня зачитаем вам. Решение окружных избирательных комиссий по снятию регистрации кандидатов депутата Маслехарда Астаны должно быть признано недействительным, и кандидаты должны быть восстановлены. Мы изнутри процесса увидели, что выборное законодательство несовершенно. До проведения следующих выборов надо разработать и ввести поправки в закон о выборах. Для регистрации кандидатов и введения регистрационной работы должны быть предоставлены реально равные права всем кандидатам Маслехарды без оплаты каких-то этих возможностей, там, газеток и так далее. Обязательно должны быть организованы дебаты между конкурентами. Я лично считаю, что данные выбора Маслехарда должны быть вообще признаны недействительными. Разрешите мне предоставить... Давайте я немножечко скажу о том, как мы собирались выступать. Мы сначала выступим, потом будет сессия вопросов-ответов, и затем, может быть, еще какие-то личные интервью, если кто-то кого-то захочет. Разрешите мне предоставить слово Алмату Салгарину, физику изобретателю, также кандидатам депутата. Так, значит, меня зовут Алман Салгарин, я с 11-го округа. Только мне отмотило, какая-то заняты не получились. Ну, я это связываю с тем, что это произошло буквально в следующий день. После того, как я пригласил кандидатура к Мур-Ардену провести общественные дебаты. Значит, что я хочу сказать. Кто-то уместил это, поскольку это половина срока. За это время у меня, как кандидата, не было, в принципе, возможности вести агитационную работу, кроме того, как расклеить плакаты. Например, на моем участке находятся, как называют, конююрсет, КАЗГИУ, воинская часть, там, элементарь. Мне просто войдут за гуси и сказали, что в наших стенах проводить эти агитационную работу не дадим, невозможные поддали. С чем это связано? Они говорят, что там находятся эти избирательные участки и на территории их проводить нельзя. Здесь есть такая горка, то есть, эти избирательные участки, они будут работать реально, то есть, во время выбора. На данный момент они должны быть очерчены, их граница этих участков. Например, однополнатая во всем этом учреждении. Я к чему это говорю, например, есть школа в Велинке, где я могу собрать людей и с ними видосы есть. Пока еще зима, очень холодно, люди просто собираться и не будут так. Под предлогом того, что у них в школе наборится избирательный участок, меня просто не отпускают в эту школу. То есть, не дают там проводить. Ну, и так далее, и так далее. Основной получительный мотив, почему я пошел в кандидаты, мне просто хотелось протестировать этот избирательный процесс. Мне стало просто очень интересно, почему у нас, например, многие вещи, когда-то в Казахстане не биваются. Дело в том, что я закончил национальную школу госуправления, друзья, госуправление, я, в принципе, хорошо знаю теорию, можно сказать, картику, я действовал пророку в администрации президента. Мне просто было интересно, как это все на самом деле реально происходит. С другой стороны, я изобретатель, дело в том, что у меня есть несколько изобретений, которые направлены против смертей ДТП. Надо сказать, что Казахстан занимает жизнь с год в год, с десятилетия и десятилетия, первое место в мире, полчаса погибших в ДТП на 100 тысяч населения. Я к чему все говорю, потому что при резком увеличении населения Астаны, а это будет в следующем году во время экспо, при нынешней ситуации со смертностью у нас ожидается более 100 тысяч, более 1000 погибших иностранцев. То есть худшего черного пира я пока не вижу. Я поэтому, я хотел сейчас внедрить, хотя бы на территории Астаны, потому что у меня это не получалось, потому что я им был. Ну, Маш, это очень большое, сейчас я хочу сделать. Я думаю, что каких-то ударов я это смогу сделать, а потом уже вот это на весь Казахстан спасали. Спасибо большое. Я хочу предоставить слово Аиде Джексеновой, блогеру, журналисту. Добрый день, уважаемые журналисты. Спасибо, во-первых, что вы пришли, что поддерживаете нас, кандидатов, самодвиженцев, незаконно снятых с выборов 2016 года. Я баллотировалась по округу номер 12, и на моем участке до сих пор, до того, как меня сняли, до сих пор не выдали границы участка. Сколько я не просила окружную избирательную комиссию, сколько я им говорила, до сих пор мне не выдали ни адресов, ни названий жилых комплексов, ни паспорта участков, в котором это все есть. В то время как у моих компонентов это все было уже известно заранее. А сейчас на моем округе происходят грубейшие нарушения. По моему округу баллотируется кандидат от партии Нуратан, директор школы гимназии номер 17 Умербаева Рамзия Афаатовна, которая является директором школы гимназии 17, и на ее территории школы находят избирательный участок. В комиссии этого избирательного участка находится ее подчиненный заместитель директора, учителя, преподаватели, и как я стало мне известно при разговоре с родителями учеников, оказывается, учителя обзванивают родителей и требуют минимум 10 голосов с одного класса. Я это все донесла до заявления и жалоби до Генеральной прокуратуры, до Центральной избирательной комиссии, которая до сих пор не дала ответа. И тоже, так же, как и по теме, нам не предоставлен ответ. Нам только ЦИК спустил в городе Бирко, который даже я не могу получить ни копии письма, ни ответа на это письмо. Происходит грубейшее нарушение Конституционного закона о выборах, происходит грубейшее нарушение самой Конституции, нас снимают по надуманным причинам, нас снимают из-за каких-то налоговых погрешностей, нас вводят в заблуждение, некомпетентностью самих участников окружной избирательной комиссии. Мы хотим зачитать сейчас обращение к президенту Республики Казахстан как гаранту Конституции, потому что мы сейчас не надеемся ни на ЦИК, ни на Генеральную прокуратуру, ни на суды. Немного расскажу о такой ситуации, куда Евгений являлся кандидатом по избирательному другому людей протихатор города Астаны. Короткая ситуация это то, что мне уведомил районная комиссия о том, что моя кандидатура будет снятаться, здесь недостает поданной декларации моей декларации. На основе чего я был, конечно, удивлен, потому что когда мне дали распечатку тех данных, которые были направлены с департаментом госдоходов Астаны, те суммы, которые находились якобы мною не указаны, они были показаны мною в моей спраке официальной декларации, которую я отдавал на